этот видос расскажет вам о типичных выходных на рельчанках как на рельчане ходят выходные вот снег еще не растаял только несколько первых декабря как светит солнце всегда начинает даять снег люди уже потихоньку стремятся в тундру жарить шашлык конкретно находимся в районе полнах города право на низко 23 километра кстати сами на рельчане обделены такой возможностью дальше от полнота только вокруг полнота растут елочки красивые места норильске такого попросить привет егорыч это егор собственно весны всех подписчиков это анютка звезда инстаграма также мы видео расскажем как переехать жизнь норильс как устроиться здесь на работу и стоит ли и нужно ли вам это делать каждый решает сам для себя но тем не менее об этом расскажем насколько знаем сами аккуратно кстати анюта это больше звезда тиктока чем инстаграма в описании под видео подписывайтесь заходите там будет интересно анюта привет подписчикам и от подписчикам ждешь их ты по тиктоке да ну и так далее анютка не вылазь анютка провалилась подожди нас здесь мы найдемся придем снег конечно здесь снега конечно за всю зиму навалит опять да что ж такое осталось немного сотня метров дальше будет тищенная бульдозером дорога вот озеро уже без льда лед уже растаял но небольшой озер в таком маленьком озере конечно рыбы нет потому что зимой промерзает до самого дна с тобой маленького озера летом конечно эти места намного красивее все елки зеленые пусты растут по буранке птички всякие летают но это летом застягивать и полярный день летом всегда светло здесь зайца много водится будем следы смотреть чуть дальше идем поглубже в тундру и там будет заячьи тропы так называемые у них сейчас весенняя свадьба ясно поймать то мы его не поймаем правильно не дай сейчас нельзя сезон охоты закончился у зайчиков свадьба нельзя их ловить сейчас да было можно обязательно бы поймали по корду как хорошо через миссией а квартире то скучно сидеть да корт всю зиму вот еще кто-то из нарельчан собакой гуляет здесь в общем только солнышко появляется все стремятся в тундру на природу в квартире устали съесть кстати поэтому пульпа проводу о которыми раньше говорил на буранке недалеко метров три столнарских рудникова идет пульпа в норильск на металла на буранке но это уже совсем отдельная история комитаре найдем интернете солнышко светит очень тип по теплому по весеннему приятно до безумия до глубины души потому что за полярную ночь дома насиделись до ужаса душа требует леса душа поет почему она поет потому что человек вышел из природы и периодически должен ее возвращаться как сказал один достаточно известный киногерой про основы русского отдыха на природе частности вот как как вот в эти пейзажи можно не влюбиться скажите мне люди да да здесь озеро на какая-то озеро почему-то не растаявшая него она замерз еще рано для потайки она растает не раньше чем через месяц где-то в начале июня нет она растает вот сейчас мы заходим святая святых волона природы северной в тундру самые красивые места на планете одни из самых я бы сказал ну вперед друзья мои вперед вот и гон провалился куда-то надежно а не счастлива 11 сейчас подожди стойте там пока анютка 11 до опа 21 рядом с тем местом где провалился я ступать скажите солнце мы опа да нет он уже дрым товарищ схватил и вовсю наслаждается своим досугом пойду схожу на разведку пока вы стойте здесь там есть волчинке место одно интересное костровище старое люди там становались она удобная светлая и не продувается ветром пойду погляжу как буранка держит и держит там пока подождите нет меня опустится пофигу вот в этом месте будем отдыхать удобно бревно поваленное используем это незаконное лесоповал так скажем местных на дрова потому и собственно буранка сюда идет но место удобное затяжок буранка это что такое буранка это света снегохода он уплотненный по нему удобно ходить буранка тропа зимняя а то кто с южной краю будет смотреть не никто и не знаю что такое да ну это старое такое название народное это старый след от бурана где снег утоптанный и по нему ходить удобно твердо не провалишься практически всего по суровым норильским законом все как мы любим ночью до себя круглый не получится а сейчас живаться чтобы по феншую ну-ка корт иди разберись что-то он еду неправильно раскладывает сейчас где сделать тогда и вот предлагай солнышко мы сейчас корт разберется как еде лежать правильно да здесь солнце моё нету таких мест я тебе так скажу можно вот здесь вот будет пойдет а где настоящая русская северная женщина есть стопарь гейна леди вот так вот это настоящий северный деликатес огурец самое дорогое дороже красной рыбы огурчик свежий за полярным кругом это же просто бомба это запах что только он стоит один только запах свежего огурца вот мелочь для южанина какого-нибудь допустим да просто для материковского человек а для северянина это это запах красивой вкусной жизни прошу прощения для материковского если кто-то не понял это значит для человека с материком это на полуострове на таймырском так бы вся остальная часть страны это для нас материк его ручка давай расскажем подписчикам как мы обещали что тут по поводу работы жилья как сюда переехать легко нелегко к мужику здесь можно работать сколько получить и так далее короче все что знаешь из своего опыта вообще смотрите обстановка такая переехать достаточно легко просто нужно купить билет и приехать в этом нет ничего сложного стоит ли приезжать сюда конечно стоит потому что ну компания норникель это одна из немногих компаний который может предложить человеку стабильность стабильный да причем извиняюсь перебью подожди купить билетик если летишь по вызову если значит через по интернету связывайся с работодателем да конечно мы сейчас об этих всех плюшках расскажем обязательно но это надо сразу может человек сразу отвернуться ё-моё потому что на материке на билете только надо заработать это уже все планы на будущее сразу отшибает ну билетик не настолько дорогой ну как бы для нас это не настолько дорого 25 тысяч допустим у некоторых зарплат на материке 25 тысяч все-таки раскошелиться скажем так на билетик придется но если ты летишь по вызову от норникеля там ну от какой-нибудь завода там медного металлургического или рудник тебя пригласил раскошелиться из своих денег конечно придется но по приезду тебе возместят переезд причем жильем обеспечат будут возмещать частично стоимость аренды жилья ну да роман ленивич правильно сказал если по вызову то есть это вообще самый идеальный вариант то есть оплатят дорогу оплатят медицинскую комиссию при поступлении на работу оплатят жилье съем жилья причем сейчас оплатят в районе 25 тысяч рублей это более половины аренда жилья аренда жилья здесь дорогая очень и даже если с ним приехать одному молодому человеку грубо говоря без семьи то есть холостому то однокомнатная квартира будет стоить порядка 35 тысяч в месяц но зарплаты достойные основных конечно заработок здесь под землей в шахте но не единственные то есть очень множество профессий которые хорошо оплачиваются на поверхности это машинисты различной техники бульдозера белозисты здесь очень они полу белозисты здесь получают даже больше те кто работает под землей ну на уровне тех кто больше всех денег получает под землей из рабочего класса я имею на уровне бурильщиков и тому подобных то есть ну любая техника здесь водители категории c д е тоже на автобусе здесь даже на обыкновенном рейсом автобусе получают в районе 120 тысяч рублей в зависимости от того как ты будешь работать то есть стабильность самая главная стабильность здесь веришь в будущее здесь можно построить какие-то планы что насчет стоит ли потому что здесь цены на продукты дорогие на мебель на много что цены кратно превосходит материковские но все же зарплата и стабильность это все перебивает особенно самый лучший вариант ехать сюда никогда уже на материке стало совсем плохо когда ты получше в кредитах когда у тебя семья ты не можешь тянуть там ипотека и все остальное если сюда приехать в молодом возрасте молодому человеку если сюда приехать именно молодому человеку у которого пока еще нету багажа различного негативного за спиной на квартиру здесь можно достаточно быстро заработать буквально за полтора года человек если не имеет кредитов какие-то долговых обязательств и будет работать стараться причем купив здесь квартиру это своего рода вложения причем здесь квартир я вам так скажу я здесь 11 лет уже я взял значит в ипотеку квартиру но я в одиннадцатом году прилетел квартиру взял в пятнадцатом в ипотеку и это очень выгодно кстати это нермо потому что чем ты дяди будешь отдавать каждый месяц за съем квартиру лучше отдавать это банку отдаешь дяди и в течение десяти лет допустим а 10 лет проходит улетает сюда ты ничего так и не меньше а банку отдавая значит я за миллион взял допустим сейчас моя квартира уже 4 стоит и сути за квартиры которые 4 стоит ты наверно уже не мониторишь давно цены 3 комнатной квартиры сейчас роман леонидович стоил комната у меня двушка ну да душка до душка стоит убитая от 4 миллионов 200 тысяч а даже больше да но я-то сам смотрел с ремонтом хорошая душка стоит здесь 5 500 примерно у меня сестра приехал купила здесь квартиру двенадцатом году трехкомнату за 440 тысяч рублей сейчас она стоит около почти 7 миллионов анют а вот девочкам здесь есть варианты где работать вообще было бы желание на образование для девочек много профессий той же компании норникель то есть офисных работников множество других компаний вот моя супруга в частности работает в жкх сфере жкх то есть проблем нет с работы здесь с частью в отличие кстати от материков обстановки да здесь вот это нужно житься поначалу очень трудно потому что суровый климат суровые слова и все абсолютно все абсолютно и чужой край да и психологически человек это воспринимает ну отторгает потому что меняется в жизни практически все все непривычно абсолютно все от полярного дня и ночи и крепких очень достаточно морозов до 50 градусов зимой и сама люди обстановка другая все другое если к этому быть готовым то проблем не будет а как нас накрывает при смене дня и ночи да не спим сутками да поначалу я у меня сейчас уже такой проблемы нету я привык и живу здесь достаточно недолго около четырех лет к этому привык мне хватило два года целом и довольны конечно норильские большие зарплаты очень сильно перебивают высокие цены на и стабильно на продукты вера в завтра тем не менее на материке работа я бы вряд ли смог бы выплачивать ипотеку за квартиру оплачиваться вот роман не сказал что оплачивается поездка в отпуск то есть дорога каждый год дорога оплачивается самому сотруднику на руникеля и членам его семьи его детям и жене если она не работает и не только кстати даже многие могут принять это за шутку но я на полном серьезе даже перевоз домашнего животного это не за шутка мы перевозили за счет моей компании то есть меня полностью оплатили перевозку животных ум не это всем облачу я уточнил просто потому что многие могут подумать что это просто шутка нет на полном серьезе даже собак оплачивать да я перевозил вот у меня собака и кошка обоих не оплатили они считаются как багаж по документам и багаж оплачивается с перегрузом до 10 килограмм то есть до 20 килограмм в билете прописан груз можно еще взять дополнительный груз до 30 килограмм и все это ну в общем это пони вся эта оплата это помимо путевки выдаются здесь очень дешево в районе 15 тысяч на человека хотя и когда они стоят больше 100 тысяч то есть львиную долю оплаты этой путевки берет на себя компания то есть очень много плюшек и очень ну здесь не зря народ живет не зря отсюда он не уезжает как бы сурово и тяжело здесь пара и горочно да этот ролик будет обязательно посмотреть руководству как-то и хвалишь да пожалуйста налейте мне пожалуйста этой газировки но все остальное мы комментировать не будем у нас есть и другие жидкости а то youtube еще заплочит поэтому мы некоторые моменты опустим значит давайте поднимем этот тост за первый по-настоящему весенний день первые по-настоящему весенние эмоции которые вот здесь на севере их частенько не хватает тяжелое зимнее время и сейчас это бальзам на душу ради этого стоит жить и ради этого стоит приехать сюда в общем ой как они утка тебя слушает внимательно цветет его мы все поехали вот костерок сейчас разожгет и будем жарить шашлыки до самое приятное времяпрепровождение на природе обязательно нужно сопровождаться поедание шашлыка так как это не только польза для организма но желательно жареного балование своих вкусовых рецепторов запах да даже вообще после долгой зимы класс обожаю даже вот просто без шашлыка прийти в лес пожечь костер уже большой удовольствие самом деле ой потом начнется рыбалочка тоже отличное удовольствие надеюсь скоро начнется охота вот такие я восстановлю все свои все свое вооружение и все будет отлично но дымом пропах первый 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 дым этом году отлично друзья отлично ходите на природу это дорогого мать вашу да можно и так сказать чем нагрузку вы спилили тут господи ты откуда знаешь что живы потому что вот зеленый и тетя не капуточка обалденный не представляет какое-то удовольствие откуда рецепт нашла рецепт ссылочка в описании неси сюда корт я думал ты кобеля ты секун пропалку куда дел я тебе могу свои отдать так анютки жарко стало умыто сапоги снимает вот все по фэншую анютка носки ноги промочила можно возле костра их посушить на палочках вот так и даже на память это заснять дарит я так понимаю дело идет к этому да сейчас чуть-чуть урожали будем до меня особо на не было и начнем самую кулинарную часть самую кулинарную часть нашего сегодняшнего выхода солнце блин вообще обалденно она просто печет здесь на севере то это дорогого стоит это классно не получится а север умеет себя влюбить на красные камни да сходить и вообще дальше красных камней на за на валёк а вы летом не может летом улетим очень интересный и очень красивая весь ягода здесь голубика черника брусника она тоже природа офигенная просто летом я кстати в прошлом году наши винили доехал до аякли это было конечно треш путешествие аякли то где аякли это речка очень далеко за вальком около 30 километров по бездорожью вот дорога была очень сложная но я просто оффроуд обожаю именно поэтому у меня нива хоть и шеви но нива ну не до сих пор кстати никто вот так вот я рассказываю не верю что это да на шеви ниви доехал просто там очень болотистая местность а тот год то лето того года выдалось очень сухое болото подсохли мне удалось на ниве проехать обычно там даже застревает каракаты всякие каракат это самодельный вездеход на пневматах вот и поэтому мне до сих пор многие не верят что я туда доехал на ниве ну когда показываю видео и фото все офигевают просто но места обалденные на ловится голец даже лось там есть кстати лосик я не знал что в наших краях бывает лось есть лось в районе ламы вот в стороне заповедника заякли есть лось он малочисленен конечно но он здесь присутствует есть местный олень северный харибу по-американски водится здесь местный постоянно который не переходный который здесь ходит а постоянно выводишься дичи много для охотников и рыбака здесь просто раздолье здесь куропатка заяц утки гуси блин щука от щуки и окуня размером килограмм даже больше ловил сам лично на складе в окуня такого голец нельма вся северная рыба муксун чир сик хариус водится есть валёк идет валёк это что рыба рыба такая да очень вкусно самом деле деликатесная считается обалденная а вот они на тик токе кстати про рыбалку много всякого что нужно сказать ссылочка в описании подписывайтесь ссылочка в описании смысле на не тик ток да ладно чего ты стесняешься ну застесняли девочку ну все ну все как-то как-то когда мы только начали встречаться я анютки отправлял цветы на расстоянии встречаться начали она была минусинский я здесь на севере я через минусинскую местную местного продавца цветов и отправлял постоянно букеты и она как-то когда в первый раз я принесла букет она сказала девушка с заразительной улыбкой вот она так и есть на него посмотришь когда она хохочет смеяться ну-ка анют похохочи ну засмущались засмущались все шашлык советский салу пошел процесс до самый интересный самый вкусный кулинарный северное лето очень коротко но расцветает она необычно быстро то есть реально ты вчера можешь как сейчас ходить по снегу а через три дня все будет уже зеленым ну до новой встречи друзья мои мы еще много вам расскажем интересного смотрите следующее видео возможно пойдем на красные камни сходим невозможно пойдем расскажем про нашим животным да расскажем про нашу интересную жизнь в общем до новых встреч друзья мои подписывайтесь колокольчик нажимайте чтоб не пропустить видео обязательно